В этом видео моя супруга Ольга, мама троих детей, руководитель бизнеса, ведущая активный образ жизни, поделится с вами продуктами питания, БАДами, витаминами, которые помогут вам сохранить красоту и здоровье улыбки на всю жизнь. Какие витамины и БАДы нужно принимать, какие дефициты в организме нужно закрывать для того, чтобы ваша улыбка была великолепной, чтобы вы как можно реже ходили к стоматологу, а ваша жизненная энергия всегда била ключом. Досмотрите этот ролик до конца, и я поделюсь с вами, какие элементарные продукты должны быть в вашем рационе для того, чтобы ваша улыбка была безупречной. Прыщи, проблемы с щитовидной железой, проблемы с суставами, проблемы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечный тракт и многое другое за этим, за всем могут скрываться стриптококковой инфекции, которые, к сожалению, могут быть у нас с вами в полости рта. Рассадником стриптококковой инфекции являются непролеченные зубы. Чтобы не доводить до этого, давайте подумаем и узнаем, какие продукты, какие микроэлементы мы можем с вами ввести в свой рацион и оздоровить микрофлору нашей полости рта. Микрофлора полости рта, как и любая микрофлора в нашем организме, многообразна, и у нас там очень много видов микрофлоры в полости рта. Она бывает хорошая, плохая и условно плохая. Вот в идеале хорошая должна доминировать и превалировать, и для этого ее нужно подкармливать. Вот условно плохая, ее всегда есть какое-то ограниченное количество, и хорошая микрофлора контролирует, чтобы условно плохой не развивалось слишком много. Плохая инфекция, это когда к нам попадает какой-то инородный микроб, какая-то бактерия, и возникает уже непосредственно заболевание. То есть здесь уже микробиомы не помогают, и подключаются врачи с лечением инфекционного процесса. Но давайте поговорим, стрептококк мутанс, откуда, почему, на что он влияет. Сам по себе этот микроорганизм, скажем так, инертен по отношению к эмали, к слизистой и к другим органам. Но он вредит нам продуктами своей жизнедеятельности. И живет этот злой микроб в налете и в кариозных процессах, которые есть в полости рта. Для того, чтобы его контролировать, мы должны понимать, что полости рта должна быть санирована, как мы врачи говорим. И мы должны следить за микробиомой полости рта, за микрофлорой полости рта, за теми положительными бактериями, нашими друзьями, которые контролируют вот этих нехороших ребят. Объем хорошей микрофлоры в полости рта зависит от очень многих факторов, как и все в нашем организме. И мы, врачи, очень любим этот термин. Поэтому правильное питание, здоровый образ жизни, злоупотребление всякими вредными веществами, алкоголь, дикое количество сладкого. Мы все с вами любим сладкой. Поставьте лайк, если вы тоже любите вечерком захомячить чего-нибудь сладкого. Понятно, что употребление сладкого вредно в принципе для организма, не только для зубов. И для того, чтобы нивелировать действие сладкого вещества, все врачи сейчас рекомендуют ощелачивать организм. С утра вместо чашки чая или чашки кофе рекомендуется выпить стакан с лимоном. Или можно съесть морковку, потому что, во-первых, морковка механически очищает ваши зубы от мягкого налета. А во-вторых, бета-каротин является классным веществом, которое тоже борется с кариесом. Так вот, хорошая микрофлора контролирует не очень хорошую микрофлору. И когда ее больше, чем нехорошая, то все-таки баланс соблюдается и никаких проблем у нас с вами не возникает. Но если вдруг нехороших бактерий становится чуть больше, а когда их становится чуть больше? Когда мы регулярно не следим за гигиеной, когда мы питаемся преимущественно доступными углеводами, конфетки, шоколадки, то тогда плохая микрофлора начинает доминировать, она начинает разрастаться, увеличиваться и, соответственно, создавать нам с вами проблемы. И, соответственно, наш любимый с вами стриптокок комфортно себя чувствует в таких условиях. Он тоже очень любит быстро усвояемые углеводы. И повторюсь, сам стриптокок, вот он не приходит, не садится на зуб и тут же его начинает разрушать. Нет, это миф, это ерунда. Стриптокок образует некую колонию, семью на поверхности ямали, где долго и регулярно никто ничего не чистит. Дальше вместе с налетом они образуют вот эту кашицу, мягкий налет. И под ним самое страшное для зуба, что формируется, это PH, кислое. Потому что продуктом жизнедеятельности таких микробов становятся кислые продукты, которые создают локально кислую среду. И что происходит? Эта кислая среда разрушает поверхность эмали. И уже образуется вот этот дефект, так называемый кариес. И, соответственно, когда дефект уже возник, то там они вообще шикарно себя чувствуют. Потому что они от внешнего мира закрыты бляшкой, закрыты налетом. И, соответственно, там появляются другие их собратья, которые живут в этих условиях. И вот вам, пожалуйста, плохие ребята начинают доминировать над хорошими. Вы тоже хорошие, но похуже. Законодателем моды на красоту и улыбки однозначно является Америка. И сейчас там есть тренд, который пришел и к нам. Это пробиотики для полости рта. Пробиотик для полости рта, как, собственно, для кишечника является полезным. Потому что вы восстанавливаете хорошую микрофлору. И зачастую пробиотик является как продуктом, который едят хорошие микробы. То есть вы делаете добро для своего организма. Но не увлекайтесь и, конечно же, используйте такой препарат курсами, который прописан на упаковке. Но не стоит забывать, что, конечно же, наш организм – это саморегулирующаяся система. И очень важным компонентом полости рта является слюна. Слюна – это ополаскиватель природный, который есть в нашем организме. И в доисторические времена, или в те времена, когда еще не было этой злой диеты с углеводами, сахаром и легкодоступными углеводами, наши предки не страдали кариозными процессами. Они были устойчивы к этому процессу. Почему? Потому что у них было правильное питание, как бы это странно ни звучало. Их организм, их слюна была, скажем так, оживляющим и лечащим компонентом, который всегда присутствовал в полости рта. Слюна уникальна по своему составу. И она не только омывает механически, смывает весь остаток, весь налет после пищи с полости рта, зубов, но она еще за счет своего PH контролирует процессы воспаления внутри полости рта. И, соответственно, когда вы задаете вопросы, надо ли использовать ополаскиватель? А какой ополаскиватель лучше? Ребят, ополаскиватель – это вообще не очень хорошая идея. Но если только как дезодорирующий элемент, пользы от ополаскивателя никакого нет. Лучше обратить внимание на свой образ жизни, на то, что вы едите, на то, какие БАДы, препараты и витамины вы принимаете, как вы контролируете свое состояние здоровья в целом. Вместо того, чтобы покупать ненужный ополаскиватель, лучше качественно очищайте свои зубки дома, рутинно, минимум дважды в день зубной щеткой, ирригатором и флоссом. Ссылка на то, как это правильно сделать, будет прикреплена к этому ролику. И да, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы едите каждый день. На самом деле это очень интересно. Многие ли из вас придерживаются правильного рациона питания, а для вас это будет полезно тем, что это будет рефлексией того, что вы действительно делаете для своего организма, для своей полости рта, чтобы она была здоровая. Всем почему-то кажется, что нужно принимать кальций в неограниченном количестве, чтобы зубы были здоровы. Я вас разочарую. Кальций принимать на постоянной основе ни в коем случае нельзя. Рекомендуется его принимать только по назначению доктора, лечащего. Назначить вам кальций может эндокринолог. И нужно понимать, что кальций усваивается вместе с жирорастворимыми витаминами. Поэтому печень трески на завтрак must have. Итак, список полезных продуктов. Записывайте. Печень трески. Квашеная капуста. Кефир. Мясо. Но мясо, которое до того, как стать мясом, ело траву. Яйца. Сливочное масло. Овощи, фрукты. Рыба. Обязательно в вашем рационе должна быть рыба. Собственно, ничего сложного. И заметьте, я не назвала ни одного продукта, который есть у всех. Что-то типа макароны, картошечка. Вот такие продукты очень любят плохие бактерии. Исключайте их из своего рациона. Сейчас на меня полетят помидоры с огурцами за то, что я забрала картошку у людей. Ну ладно, картошку можно, но не в больших количествах. Спасибо. И бонусом для тех, кто досмотрел до конца, я расскажу про продукты, которые отбеливают эмаль. Естественно, натурально и безопасно. Ручку взяли? Пишите. Ананас. В сердцевине ананаса содержится фермент папаин, который растворяет налет на зубах и таким образом осветляет его. Миндаль, апельсин и яблоко. Но, ребята, не злоупотребляйте, потому что фруктовые кислоты в большом объеме тоже не есть хорошо. Сми-пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова